Всем добрый день, меня зовут Андрей и это наше очередное видео на канале Ремпроект. Сегодня у нас интересная тема, она посвящена как выполнить шумоизоляцию своими руками в своей квартире. Мы сегодня сравним несколько видов материалов для шумоизоляции, которые есть в свободном доступе в строительных магазинах. Посмотрим их свойства с помощью одной программы, которая определяет количество шума. И сделаем для себя выводы, какой материал вам нужно использовать в вашей квартире. Ни для кого не секрет, что шумоизоляция в наших квартирах не везде хорошая. Это касается не только в старом фонде, панельных домах, это касается, к сожалению, и в новостроях. На сегодняшний день застройщики очень многие экономят на строительных материалах при строительстве зданий. Экономят на толщине плиты перекрытия, на шумоизоляторах, на утеплителях, которые укладываются в стяжку. И таким образом вы получаете жилую квартиру, но, к сожалению, не всегда хорошую по шумоизоляции. Сейчас не говорим о профессиональной шумоизоляции, которую выполняют фирмы, специализирующие на шумоизоляции. Они рассчитывают мембраны, количество слоев изоляции. Эти звукоизоляции чаще всего многослойные. Они представляют из себя очень сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Да, это действительно работает, но, к сожалению, цена за такую шумоизоляцию, которую выполняют специализированные организации, очень высока. А своими силами вы можете тоже выполнить шумоизоляцию с наименьшими затратами. Конечно, эффективность не будет такая, как в случае с профессиональным подходом. Но, по крайней мере, вы сможете решить вопрос громких звуков, топота соседей и так далее. Если не полностью устранить, то хотя бы сделать его намного тише, чем сейчас он у вас есть. Сегодня мы с вами проведем несколько экспериментов, протестируем несколько материалов для шумоизоляции и сделаем для себя вывод, какую шумоизоляцию вы можете использовать в своей квартире. Но с оговоркой на то, что эта шумоизоляция будет несложна в исполнении, вы ее сможете выполнить своими руками. То есть мы сегодня не говорим о профессиональной шумоизоляции, которую выполняют строительные компании, которые специализируются именно на этом. Мы говорим о тех материалах, которые вы можете сами применить своими руками и получить хороший результат. Поехали! Я взял несколько образцов со строительного магазина. Эти материалы есть практически в любом большом гипермаркете в вашем городе. Первый материал – это пеноплекс. Пеноплекс или по-другому экструдированный полистирол. Это плотный пенопласт, его так называют. Он часто используется для утепления подстяжку, утепления стен, утепления полов. И, как многие говорят, кроме теплоизоляции, у него отличная шумоизоляция. Мы сегодня это проверим. Второй материал очень интересный. Вот он из себя представляет такой лист, который состоит из двух слоев. Значит, он называется материал пенополиэтиленовый теплоизвукоизоляция конструкции Пенохом Евроблок. Он производится в России. По сути, это вспененный полиэтилен. Раньше делались подложки под ламинат из вспененного полиэтилена, но более тонкие. В нашем случае это двухсантиметровый вспененный полиэтилен, который состоит из двух слоев. Один слой немножко плотнее, другой слой немножко помягче. Проверим этот материал. Я видел несколько видео с этим материалом. Говорят, что этот материал очень хорошо себя зарекомендовал как материал для шумоизоляции. И третий вид материала – это пробковый агломерат. Двухсантиметровый по толщине. То есть, это самая настоящая натуральная пробка. Мы ее уже использовали на объектах. Я в этом видео рассказываю на потолок, как ребята ее приклеивают. Мы сделали уже много объектов с этим материалом. В принципе, он хорошо себя зарекомендовал. Да, на 100% от шума он не избавляет. Но разница в шумоизоляции с ней и без нее очень большая. Теперь по цене. Самый дорогой из этих материалов – это пробка. Ее цена порядка 20 долларов за квадратный метр при толщине 2 сантиметра. А уже вот эти материалы, они намного дешевле. Где-то, ну, наверное, раз в 5. То есть, грубо говоря, один квадратный этого, либо этого материала стоит, ну, что-то в районе около 5 долларов. Мы сегодня проверим, стоит ли переплачивать. Нужно использовать пробку, либо можно использовать более дешевый материал и получить тот же самый результат. Важный момент. Мы сегодня рассматриваем материал для шумоизоляции потолка, чтобы потом натянуть натяжной потолок. То есть, я специально не взял минеральную вату, которая является отличным шумоизолятором, но, к сожалению, под натяжной потолок она не совсем подойдет. Ведь если гулять воздух будет над натяжным потолком, кусочки стекла с ворсинками минеральной ваты могут находиться потом в воздухе. Это вредно для вашего здоровья. Поэтому я минеральную вату сегодня специально не взял для этого эксперимента. Мы сегодня рассматриваем шумоизоляцию потолка под натяжной потолок. То есть, этот материал останется открытым над натяжным потолком. Он не будет никак зашиваться гипсокартоном, шпаклеваться и так далее. Ну что, давайте приступим уже наконец. Наша задача выполнить несколько коробочек из разных видов материала, для того, чтобы понять, какой материал лучше работает по шумоизоляции. Итак, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот наши, так называемые, шкатулочки. Какой из них деньги? В этой, в этой или в этой? Они у нас пустые, конечно. Эта коробочка сделана из вспененного полиэтилена, евроблока так называемого. Эта коробочка у нас сделана из экструдированного полистирола. Эта коробочка у нас сделана из пробки. Выполняя эксперимент, мы будем в каждую коробку погружать телефон с колоночкой и прижимать крышку, для того, чтобы крышка плотно прилегала к стенкам. Первая коробочка будет из полистирола. Берем вот такую вот колонку, подключаем ее к музыке. Вот такая вот у нас программка установленная, которая показывает количество децибел. Вы можете ее скачать в Play Маркете. Итак, кладем колоночку на стол, без коробки, отдельно. Здесь сбрасываем настройки в телефоне, в программе, которая меряет шум. Включаем ее и включаем трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, все. Значит, получается, за 30 секунд, 29 секунд, мы примерно на такое же время будем ставить в каждую коробку. Получается, средний уровень децибел 61. Теперь то же самое давайте сделаем в коробке. Сбрасываем. Итак, кладем колоночку в коробку, включаем программу и наш трек. На 30 секунд, так же, как мы это делали, чтобы определить среднее количество децибел за 30 секунд. Закрываем, прижимаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно. 30 секунд прошло, смотрим. 52 децибела в коробке. Без коробки было 61 децибел, когда колонка находилась прямо на столе. То есть у нас получается 9 децибел. Благодаря тому, что наша колонка находится в коробке, мы уменьшили на 9 децибел. Вторая коробочка у нас из вспененного полиэтилена. Евроблок так называемый. Сбрасываем программку. Ставим колоночку в коробку. Закрываем коробку. Надо её прижать для того, чтобы нигде не было пустоты, зазоров. Включаем трек. Закрываем коробку. Так, мы зафиксировали. Получилось 47 децибел. То есть 61 децибел у нас получалось, когда колонка была на столе. И 47 децибел у нас получилось, когда колонка в этой коробочке. То есть мы на 14 децибел уменьшили количество шума. Неплохой показатель. Давайте проверяем следующую коробку. Проверяем коробочку из пробки. То же самое сбрасываем. Кладём колоночку в коробку. Закрываем. Закрываем. так что у нас получилось у нас получилось 57 децибел в среднем 57 децибел то есть это выходит у нас на 5 децибел мы уменьшили звук благодаря пробке это неплохо но конечно шумоизоляция евроблок показала себя лучше какой можно сделать вывод мне понравилась работа практически всех материалов неплохо работает пробка лучше работает экструдированный полистирол и как мне показалось не только мне показалось результаты тестов показали лучше работу с пениного полиэтилена то есть так называемого евроблока поэтому потолок в этой квартире мы будем шумоизолировать этим материалом я надеюсь вам понравилось наше короткое видео пишите свои комментарии обязательно для меня важно ваше мнение кто занимается ремонтом кто занимается шумоизоляцией квартиры пишите ваши комментарии что понравилось что не понравилось опять же хочу повториться что мы сегодня рассматривали материалы для шумоизоляции потолка под натяжной потолок то есть минеральную вату мы не брали в учет и профессиональный подход фирм которые занимаются профессиональной шумоизоляции многослойной дорогостоящей мы тоже сегодня не рассматривали я надеюсь вам понравилось это видео и вы для себя уже решили какой материал вы будете применять для шумоизоляции ваших потолков и стен с вами был кунив андрей инвенера строитель всем удачи и не забывайте подписываться на мой канал следующие видео будет еще интереснее чем это marinade today счастлив 3 clicking счастливо